Всем привет, друзья! Сегодня мы обсуждаем ключевые новости последних суток из мира футбола, где впервые за многие годы объявление имени нового главного тренера Мадридского Реала не вызвало каких-то вопросов или эмоций. Барселона усиливает и линию полузащиты, и это уже более-менее похоже на костяк команды на новый сезон, а Вулверхэмптон, судя по всему, прошел свой пик в АПЛ. Но перед началом обзора я хотел бы напомнить вам о том, что на сайте генерального партнера моего канала, компании MarathonBet, стартовал еще один розыгрыш уникальных масштабов и, как всегда, максимально простой по своим условиям. Теперь в каждом из трех розыгрышей вы сможете выиграть как малый, так и большой приз в 70 тысяч евро. Подробнее о том, как ворваться в эту гонку, вы сможете прочитать на сайте MarathonBet или перейдя по ссылке в закрепленном комментарии. Удачи! Итак, Мадридский Реал возглавляет теперь Карло Анчелотти. Зелендин Зидан второй раз ушел из Реала примерно с одними и теми же словами. Мне не дали здесь все перестроить. Я как бы хотел, здесь никаких подвижек нет, поэтому я как бы еще раз уйду. И Перес, очевидно, не хочет пока ничего перестраивать глобально, а хочет выжать все до последней капли из этого состава, который он собирал тоже за немаленькие деньги. И поэтому к нему сейчас приходит тренер, который точно ничего перестраивать не будет и точно против Переса не пойдет. Главное, возьмите сына в тренерский штаб. Антонио Конте был главным кандидатом, как говорят, на пост нового главного тренера Мадридского Реала, но у него и у Переса были, возможно, самые короткие переговоры потенциального главного тренера Реала с будущим работодателем. Потому что Антонио Конте сразу выдвинул требования по зарплате и по трансферам, и как бы здесь никак нельзя было найти какие-то точки соприкосновения. Никакого уважения Конте не продемонстрировал к Пересу, поставил только требования. Требования невыполнимы, поэтому Конте в Реале и не будет. Маурисио Почетино попал, похоже, в рабство в Парис Энджермен, потому что Перес хотел и Почетино, если не Конте. И Почетино вроде бы как сам уже хочет уйти из ПСЖ, по крайней мере, это вбрасывается все чаще и чаще в СМИ. Но также говорят, что ПСЖ там в одностороннем порядке продлил контракт с главным тренером, потому что там есть такой пункт в контракте, что если все нормально и устраивает ПСЖ за вот эти полгода, которые работает Почетино в команде, то можно как бы там продлить сразу автоматом дальше. И если это правда, то это, ну, чистой воды рабство. Если Почетино действительно не хочет больше работать в ПСЖ и уже все понял про структуру клуба, но при этом ему придется там работать еще, ну, как бы никаких больших успехов от Парижа. В следующем сезоне ждать точно нельзя. Игроки Тоттенхэма были воодушевлены тем, что Почетино, возможно, вернется обратно в Тоттенхэм, но похоже, что никуда нельзя вырваться из этой клетки. Поэтому Перес пошел дальше по списку и увидел там знакомую фамилию, и подумал, что ну вот здесь-то точно мы договоримся. Выкупить контракт Анчелотти у Эвертона было гораздо дешевле, чем согласиться на перестройку от Антонио Конта. Приход Анчелотти не вызывает никаких эмоций, потому что, ну, все это уже было, ничего нового точно не будет. Но тогда у Анчелотти были пиковые Роналду, Бейл и Ди Мария, а сейчас он приходит в команду, где есть бразильские дети, откровенно постаревшие Хавы, и Рамос, которого еще надо уговорить остаться в Мадридском Реале. Говорят, что первым условием, которое поставил Карло Анчелотти, которое было ну вот просто вот необходимым, это продление контракта с Лукасом Васкесом. И я что-то даже сомневаюсь, что Антонио Конте, например, вообще думал о судьбе этого футболиста в Мадридском Реале. В Эвертон же может вернуться Дэвид Моэс спустя много лет и много скитаний по Англии и Испании. Но Дэвид Моэс вернул, безусловно, себе немного репутации за счет этого сезона, потому что Вестхэм шел очень долго высоко, потому что что? Потому что Челси, Арсенал, Тоттенхэм, они лажали на определенных отрезках. Вестхэм же как раз набирал более-менее стабильно очки в матчах против команд из нижней части турнирной таблицы, поэтому по очкам все было нормально, но все же в больших матчах все равно, Вестхэм проигрывал гораздо чаще, чем забирал очки у топовых команд, поэтому не сказать, что прям Эвертон, заменив Анчелотти на Моэса, получит тренера, который сможет выдержать эту планку по среднему количеству очков, которую поставил Анчелотти. А Анчелотти был самым успешным тренером Эвертона за последние, по-моему, 10 лет. То есть он набирал там более полутора очков за игру, то есть как бы каждый второй матч это победа, поэтому Моэс, ну он вряд ли даст то качество, которое дал Анчелотти, но на этом фоне еще более умилительно смотрится новость о том, что Эвертон может возглавить Паулу Фонсека. Еще один специалист по большим матчам. Барселона продолжает укреплять состав перед следующим сезоном. После прихода нападающего и защитника, плюс возврата еще одного крайнего защитника на этот раз из Бетиса, в клуб приходит еще и новый Хау. Про Вейналдума говорили уже давно, еще, по-моему, где-то с февраля-марта уже были новости о том, что Вейналдум готов покинуть Ливерпуль ради Барселоны. В принципе, вместе с Де Йонгом они отлично смотрятся в сборной Голландии, поэтому я не думаю, что будет здесь какая-то проблема с коннектом, и Вейналдум должен бы влиться сразу в игру Барселоны. Кроме того, под эту тему еще хотят и Де Пая тоже подписать в Барсу, поэтому Барса постепенно превратится в такой маленький очаг сборной Голландии в Каталонии. Это нехорошо и неплохо, хотя многие скажут, что когда ты собираешь много уж футболистов из одной национальности в команде совершенно в другом чемпионате, то это немного странно. Но такая ось, как Де Йонг, Вейналдум, Месси, Агуэро, это уже смотрится чем-то интересным. Также, безусловно, на фоне новостей о том, что Вейналдум приходит в Барселону, подвисла судьба Миралема Пьянича в этой команде, и он готов вернуться обратно в Ювентус, потому что в Ювентус вернулся Аллегри. Что еще раз подтверждает теорию о том, что Пьянич уходил не в Барселону, Пьянич уходил из Ювентуса. Это немного разные вещи. Потому что у Аллегри Пьянич был ключевой фигурой в составе, и ему не надо было вообще искать лучшей жизни. Но потом пришел Криштиан Роналду, и акцент игры сместился именно на португальца. По-другому быть-то и не могло. Он забрал, например, у него штрафные удары, при этом Пьянич исполнял штрафные всегда отлично. Роналду выполнил более 70 попыток за Ювентус, забил один гол и где-то раз 50 попал в стенку. Но сейчас и новости про Роналду не совсем однозначные. То он хочет поиграть где-то еще на более высоком уровне, то есть там, как всегда, всплывают и Манчестер Юнайтед, и все остальное. То он хочет уехать в спортинг и тоже поиграть еще за спортинг, так скажем, в добром здравии и дать что-то команде. Но в любом случае возвращение Аллегри в Ювентус может сделать снова из Пьянича ключевого футболиста этой команды. Крутим ситуацию дальше. Если Пьянич зашевелился со своим возвращением в Ювентус, то что тогда делать Артуру, который так тоже основным в Ювентусе и не стало. Если придет Пьянич, то тогда вообще непонятно, что делать этому футболисту в данной команде. Вспоминайте, что мы говорили, когда был вот этот обмен между Артуром и Пьяничем. И многие говорили о том, что вот Барселона, зачем она отдает более молодого футболиста, намного более перспективного, чем Пьянич, которому уже скоро как бы заканчивать карьеру, туда-сюда и все. Но я вам тогда говорил о том, что, смотрите, Артур очень травматичный футболист. И, возможно, это одна из причин, почему Барса настолько легко согласилась на этот обмен. Потому что, ну, с Артуром беда. И в Италии, как мы видим, эту беду не решили. Потому что Артур пропустил из-за травмы 9 матчей в этом сезоне. Немало. То есть, как бы, четвертую часть сезона он просто лечился. Отыграв полностью только 4 матча. Из всего сезона он выходил еще на замену. Там минуток по 20, по 15. Где-то чуть больше, да, где-то чуть меньше. То есть, он вообще не стал заменой для Пьянича. Совершенно. Сейчас вернется Пьянич. И Артуру понятно, что нужно куда-то сваливать. И, вы знаете, если ты очень хороший футболист, все знают, что ты хороший футболист, но у тебя есть кое-какие проблемы, и ты не можешь закрепиться в топовом чемпионате из топ-четверки, не переживай. ПСЖ резиновый. Он всегда сможет тебя подписать. Лондонский Арсенал подпишет себе нового галкипера. Это О'Нано из Аякса. Правда, пока еще до конца непонятно, можно ли его подписывать сейчас, или нужно будет еще ждать. Потому что ждут все решения от УЕФА, можно ли О'Нано уже вернуться в футбол, либо там дисквалификация из-за того, что он много кушал допинга, будет продлена еще на немного. В любом случае, такие галкиперы, как О'Нано и Лено, не могут быть не основными, поэтому либо кому-то одному нужно как бы свалить, и понятно, что это Лено, потому что О'Нано только-только приходит, либо, возможно, О'Нано после этих проблем с допингом готов посидеть даже на банке какое-то время и поиграть в условном Кубке Лиги. Но если Арсенал действительно рассчитывает на О'Нано как на основного, и в этом есть, так скажем, почва, потому что Бернт Лено, ну вот он не настолько крут, как Терштеген, хотя Арсенал, когда покупал его, они рассчитывали как раз-таки на минимум второго Терштегена у себя на воротах. Поэтому если О'Нано под основу, то Лено обязан будет поменять команду. Пока Ливерпуль больше года уже никак не может решить, нужен ли Мадама Трауэйз у Лорхемптона или нет, Томас Тухель в эту секунду пытается продавить этот трансфер и забрать его себе в Челси. Здесь нет особого какого-то тактического контекста, потому что Адама Трауэйз – это один из самых выдающихся футболистов в истории с точки зрения физических данных, потому что такая мощность, такая скорость, стартовая скорость, дистанционная – это то, что необходимо всем. И вспоминайте, что мы говорили по финалу Лиги Чемпионов, что Томас Тухель на самом деле показывает очень простые принципы футбола. Сзади нас много, и мы, в принципе, организованы, и поэтому нам хрен забьешь. Впереди нас трое бегущих, плюс Канте поддержит, и этого будет достаточно. Представьте, что в эту тройку бегущих вместо кого бы то ни было добавляется Адама Трауэйз. Даже, допустим, не со старта, а со скамейки – это вообще будет топовое усиление, когда защитники у соперника уже и так начинают постепенно уставать, и тут ты еще добавляешь этого монстра. Поэтому Тухель понимает, зачем ему нужен Адама Трауэйз. Вообще, я вот про него хотел сказать именно в контексте самого Уолверхэмптона, потому что похоже, что вот этот португальский проект Уолверхэмптона в АПЛ упирается в свой потолок, потому что, ну, они же все видят жоту, и футболисты прекрасно понимают, что они могут играть в Лиге Чемпионов. А через чемпионат с Уолверхэмптоном они в Лигу Чемпионов не выйдут, потому что невозможно переиграть. Там два Манчестера, Челси, Лестер тот же самый, даже невозможно переиграть Уолверхэмптону. Поэтому Ливерпуль, разумеется, и подтянется же, наверное, Тоттенхэм со временем, когда они наконец-то разберутся, чего они хотят в этой жизни. Поэтому все футболисты Уолверхэмптона смотрят и понимают, что, ну, мы хотим там поиграть. С Уолверхэмптоном шансов не будет. Ну, неужели Рубен Невеш всю карьеру хочет бороться за седьмое и восьмое место в АПЛ? Ну, вряд ли. Да, они сейчас пытаются после ухода Ну, ну, Шпритусанту пригласить себе тренера Бенфики, то есть пытаются сохранить вот этот португальский вектор. Это все здорово, но мне кажется, что тут португальским тренерам дело не спасешь особо. Тут необходимо еще и состав обновлять, потому что эти футболисты, конкретно этот состав, уже начинает наедаться этим проектом. Это нормально. Они ему дали все. Он им больше дать ничего не может. То есть Лигу чемпиона Уолверхэмптон им не даст. Да, можно говорить всегда о том, что, ну, слушайте, ну, это же проблемы футболистов. Хотите играть в Лиге чемпиона? Выходите, боритесь, доказывайте, занимайте четвертое место и вперед из песни. Ну, это на словах все хорошо, но когда ты упираешься в борьбе против таких машин, как я уже назвал ранее, ну, там сколько у тебя желания не будет, шансов у тебя совершенно немного. Уолверхэмптон – это отличный пример быстрого футбольного проекта. В этом нет вообще ничего плохого, потому что футбольные болельщики всегда хотят пойти на футбол прямо сейчас и кайфануть прямо сейчас. Ты же не будешь объяснять своим болельщикам, почему вы в этом сезоне заняли пятнадцатое место, что в следующем будет лучше, потому что мы обкатывали там состав и будем усиливаться. Вот эти вот все обещания – это, ну, не то, что сработать, хотя в Англии всегда будут ходить на футбол, но Уолверхэмптон хотел не просто играть, а он хотел выигрывать в Англии. И у них это получалось, но смотрите, такие же проекты, они обречены на быстрое выгорание. Вспоминайте судьбу Монако. Монако засветился, несколько лет подряд был отличный футбол, отличные футболисты, потом всех распродали, потому что, ну, нет смысла больше сидеть во французском чемпионате, хотя Мбаппе еще там остался. А Жордим, Жордим уже уехал тренировать в Саудовскую Аравию. Поэтому мало у кого получается вот после первой взрывной волны, потом в следующую волну перекатиться и держать этот уровень, нежелательно, конечно же, его повышать, потому что держать маловато. Но для этого нужно повышать абсолютно все стандарты в клубе, начиная от инфраструктуры, всего остального и заканчивая футболистами. Без футболистов никак. А как ты сейчас в Улверхэмптон подпишешь более классных футболистов, чем там есть? Вот как? Чтобы уровень команды поднялся на порядок выше. Поэтому уже, ну, Нашпириту Санту тут нет, который и в этом сезоне уже почувствовал это и понял, что, ну, все, мы отдали все, что возможно этой команде. Дальше каждый сам за себя. Я ухожу, Жоту я уже пристроил, а вы, ребята, ну, Трауэрэ точно кто-то заберет. В общем, в Улверхэмпта надо будет строить фактически заново, а это уже не даже про борьбу за топ-восьмерку, если действительно будет построение команды заново. Поэтому из всех подобных примеров, более-менее подобных, я могу выделить, ну, разве что Лестер, которые после первой волны смогли запрыгнуть и на вторую. И не просто запрыгнуть, но и держатся там. И эта вторая волна, это то, что происходит последние несколько сезонов. Другое дело, что они, правда, никак не могут заскочить в Лигу Чемпионов, но это Брэндон Роджерс. Это вот Брэндон Роджерс, который в самый последний момент берет и не выдерживает давление. Идет, идет всю, весь чемпионат просто на четвертом месте или на третьем даже. И, по-моему, даже на второе заскакивает, а в начале сезона даже, по-моему, на первое. В общем, не важно. Идет 200 с лишним дней в топ-четверке и потом в конце пятый. Ну вот, хотя убери сейчас Роджерса из Лестера. Точно ли Лестер будет набирать столько очков, сколько он набирает в последние сезоны? Тут тоже очень тонкий момент, но это проблемы Лестера и Роджерса. Но у них вторая волна есть. У Улверхэмптона, боюсь, этой волны не будет. Так же, как и футболисты Улверхэмптона, большего хочет и Хакан Чалханоглу, который не подписал новый контракт с Миланом и будет уходить из команды следом за Джиджи Донна Румой. Правда, пока нет четких кандидатов, говорят только про Манчестер Юнайтед, и я в душе не понимаю, зачем Манчестер Юнайтед Чалханоглу, который 300 лет вообще там не нужен, при Бруно Фернандеша. Хотя, после того, как Манчестер Юнайтед однажды подписал себе Генри Хамхитаряна и только потом понял, что для него же нет места на поле, и такие, давай мы его поставим просто правым полузащитником. Ну, такой, ради прикола. А вдруг? Конечно, вдруг это не сработало, потому что это не позиция для Мхитаряна. В то, что уйдет Бруно Фернандеш из команды, это как бы вероятность фактически нулевая, я в это не верю, поэтому надо задать вопрос Чалханоглу. Он готов стать правым хавом? На этом все. Большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, комментируйте обязательно, но самое главное вы знаете, играйте футбол. Субтитры сделал DimaTorzok